...партнерам, что я честно веду бизнес, привлечь их помощь и спасти банки, то, что я и делал. Но меня просто в наглую уничтожили и отобрали мои бизнесы. Это рейдерская атака государства на меня, которую политики просто пытались свалить на меня всю проблему. Забыли от тюр своих. Сказали, это, мальчик, твоя проблема. Да, мне было 26 лет. Да, я не был такой опытный. Да, я не мог понять, что меня хотят просто одурманить, одурить, штучить мне проблему и потом сказать, занимаюсь. А кто вас одурманивал? Кто вас одурманивал и кто пытался вам случить проблему тогда, 26-летнему мальчику? Когда производилась приватизация БЕМа, я производил абсурдов в губернином филансе. И тогда он меня лично просил помочь, позная, я вам напомню, что первый банк, который я купил, это был Унибанк. Который буквально за год своей жизни, до БЕМа, до всего, стал очень успешным банком. Стал развиваться, там стали упорщаться активы, клиентская база. Мы подпитали ряд договоров, мы стали выдавать, что банк стал, по-моему, если я не ошибаюсь, 13-го места, седьмым. Тогда филас пригласил меня, сказал, смотри, есть проблема с БЕМом, надо помочь, надо ее решить. Там есть большие кредиты невозвратные. Помогай решить, разберись. Я разобрался, показал ему реальную картину, показал ему дыру. После этого, кстати, по настоянию того же МВФа, выставили этот банк на приватизацию. Ну, там немножко другая была история, господин Шор, вы продолжаете утверждать, что вас пытался в этот капкан затянуть Влад Филат, так? Почему пытался? Он меня в него затянул. Именно Влад Филат.